Двенадцать. Разница между вами есть, да? Есть. Но вы решили одно дело сделать. Взять собачку, пойти и то другое. Наказ, не на шаг. Почему нарушены? Приходит один, никого нигде нету. Собачку прицепил и сразу тот конец деревни. Это намертво запрещено, я же сказал. Это очень большое нарушение. Потому что отец привез себя сюда, чтобы он был лучше, но не хуже. Он сразу попятился назад, а я, то мне обманывать не надо. Когда у него опыт мой будет, тогда он может меня еще где-то провести. А насчет детей, понятно никак. Ты понял? Нет? Понял. Осознал? Да. Иначе я вас разделю, больше вместе не будете. Мы за него несем ответственность полную. На кухне никого детей не было. У нас и детей-то тут нет. Один. Так, остановись. Второе. Я буду называть просто... Я захожу сюда. Приятное зрелище. Одна наша сестра молится здесь. Ну, это кухня. И тут люди ходят. Ее смущают где-то. Я сколько мог помолился. Это настолько мне дорого, близко. Я попросил свою хозяйку, жену, Надежду Васильевну, писать вот это вот. Понятно? Одна договорился с Надеждой Васильевной. Вот другой домик здесь. И в ней отдельное большое помещение. И вот это на дверях будет. После обеда сразу приведешь к себе. Держи. Чем-то надо подумать. Мелкими гвоздями прибить или как. Второе сделать у нас. Где братья находятся. Как заходите. И на право помещение. Я уже сделал. Уже прибили? Уже прибил. Надежда Васильевна мне уже дала. Это третье? Третье. Третье. Ну, третье на кого? Давай сюда. Ну, запасная там где-то оторвется. Может, дай или сюда. Значит так. Я был в Дагестане. Когда мы проезжали, у нас по всей Европе было везде. Меня за это упрекают. Вы хвалите мусульман. Причем мусульман. Я говорю, дело, которое они делают. Библиотека. Везде библиотекарь у нас женщина. Там мужчина. Мужчина. Такой видно из себя. Я ему все передал. Книги. Полный комплект. 650 библиотек мы наградили. Когда поднимались, атакая, полу второй этаж. Налево стрелка идет. И комната для намаза. Намаз. У нас проходит намаз. Помазание. Слово к этому как бы близкое. Я его спрашиваю. Скажите, пожалуйста, а мы можем зайти? Там замок висит. Вот сразу телефонную трубку. Пока мы вышли, уже все открыто. Мы знаем их порядок. Разумьлись. А разумься, я буду отдельно говорить. Но я так не подгибать, а напряженно стой. Мы зашли и там помолились о мире Дагестану. Даже еще не знаю, какие события. В этот день ночью события было. Застрелили православного священника. Я видел везде, есть с автоматами. Но не видел снайперов. А тут снайперы стоят по углам. То есть серьезная работа идет. Я взял для себя комнату для намаза. Как бы. Мы помолились. Попросили у Бога благословения. Там за нами наблюдение идет где-то. Когда выше, там люди. Мы сказали некоторым. А вы откуда? Отсюда. Они нас сразу в магазин. Берите, что вам надо. Они знают, что мы православные. Что нам надо? Я говорю, что у вас есть такой сыр. Ну видно, что они потеряемский сыр. Я говорю, мы в дороге. Нам это не надо. А что бы взяли? Я говорю, у нас пост. Ну у них по-своему он называется. Можете вот помидоры где-то. Или там лаваш. Большие лепешки где-то. Ну они сфотографировались. Потом я послал им фотографии. Мы можем это доброе взять? Вот эта приветливость их. Это у них принято. Я как-то сказал. Сколько у нас домов престарелых? Да сколько областей, сколько районов, сколько домов престарелых. У них за 1400 лет ни одного дома престарелых нет. А куда они одевают? Никуда не одевают. Это радость, что пожилой человек, опыт, аксакала называется. Совет. У нас никому не нужен. Совет аксакалов. Это окончательное решение. Расул Гамзатов много об этом пишет. Я могу рассказать. Однажды он в стихотворной форме пишет. Я его много читал, цитировал. Сейчас просто скажу. Вот он. Я отклоняюсь, а потом вернусь к этому. И он говорит. Вернулся с поля один. И плачет. Боже мой. Господи мой. Да что же это такое? Сын мой, сын мой. Что случилось? Сын мой плачет еще. Упал в ущелье. Может быть и зверь напал. Нет. Хуже. А что хуже? Он ударил меня. Кажется, земля и небо содрогнулись. Люди сразу схватились за оружие. До дома не допускать землю, чтобы я сквернял. Подождите. Дело я не досказал все. Дело в том, что на этом поле я ударил отца моего. Отец, говорит, побледнел и сказал. Сын мой, я не могу проклинать тебя. Ты дорог для меня. Но твой сын сделает против тебя то же самое. Тогда ты поймешь. И все утихомерилось. Того отца уже нет. Это очень серьезное дело. Как относиться? Как на камень никогда не было. Просто стой так. Вот сейчас я сказал о молитве. Молитва у них стоит. Вот плен, когда брали. Так ты принимаешь ислам или нет? Русские шурави. Не принимай это в Афганистане. Голова долой. Принимаю. Принимаю, тебя учить будут. Потом ему дадут невесту, как у них Наташи называют. Мало одной, две Наташи будет, четыре Наташи. А та женщина Наташа у них. Ладно. Наконец его отпускают домой. Его считают потерянным. А он вернулся с женой. Там уже радостью в Вальске вернулся. Тут водка, тут брашка. Он говорит, я в рот не беру. Как не берешь? Даже вместе выпивали. Раньше, да. Я был православным. Никаким он не был православным. А теперь я исповедую, начинаю говорить им. Ну что? А что бы собрались одно делать? Ты разжги меня сначала. Нет. Он берет там свой маленький достарстан. Это который покрывало для еды бывает где-то. И там у них как холм. И они глядят за ним. Он пошел, преклонил колени и стал молиться. Мы можем это взять для себя? И поэтому, если у нас будет желание, мы где-то вместе. Это мое желание. Через два часа, где работаете, где стоп работал. Давайте помолимся. Десять минут. Мы не можем там час, полтора. Но десять-то минут мы можем оторвать. Вот мы ходили за малиной, где в саду. Мы везде останавливались и молились. Для себя это возьмите. Все в этой жизни временно. И смерть лишь одна. Верна неизменно верна. Она не забудет. Придет, приголубит. Обнимет, наденет свой брачный венец. И жизненные сказки. Конец. Сологу. Такое вот стихотворение. Значит, сестра наша, она молилась здесь. И она меня подмигла к тому, что сейчас две комнаты выделены. Вы ничем не заняты. Время зря не тратьте. Зайдите, помолитесь о том, что здесь делается. Чтобы Бог усмирил враждующих, чужих. Чтобы мы для них были примером. Чтобы мы остались в добрый след, когда нас не будет. А нам есть о чем подумать. Материалы лежат, вот где думает кто. Книги. Видели издание какое? Пожарство денег нет. Успевайте. Потом пришлете. Мы очень нуждаемся в средствах. Переиздать. К истинному православию. К истинному православию мы два экземпляра в руки не давали. А сегодня мы стараемся скорее отправить, дать пачка в пачке восемь. Восемь каждый стоит тысячу сто. Но это как раз один экземпляр проповедей в стихах. Там 8-800 и здесь то же самое. У нас речь идет на миллионы мы нуждаемся. А когда будет? Учитывайте, что когда у нас выходили тысячи экземпляров, из них 650 только в библиотеке сразу. Считай, что нам осталось. А теперь лично, роженицам там приезжают люди после кричения. Мы везде все дарили. Счастье оставалось для того, чтобы вам маленько хотя бы как-то поправить положение. Так что у нас тут бизнеса никакого нет. Это все понимают. Вы слышите? И поэтому скажут, что тебе надо, закажешь. Там лежат книги. Список сделаешь. Или сразу рассчитаться, или потом пришлете. Адрес вам дадут. С кого? Я деньги это не вижу. Они приходят там и сразу уходят. Мои руки нигде не касаются. Если из-за границы, ну, тогда было доллары где-то, едут со мной, мне просто помогают люди. Я знаю, которая бедная, мы туда едем. На нее я стою рядом. Только расписался, к деньгам не прикасаюсь. Они сразу уходят. Посылки какие-то до рубежа приходили. Никакой посылки. Моих отпечатков нет на них. Я все время говорю, господи, как хорошо, что ты меня на это избрал. Мне вот это груды, золото, деньги, доллары. Я вообще не понимаю и не знаю. Для меня этого нет. Для меня существует. Он нуждается. Дай господи. И Господь дает так, что каждый содрогается. Пример. Два священника у меня ночью. Проездом один остановился. Я перед сном говорю, давайте помолимся. Мне очень нужны деньги выкупить книгу. Предоплата 30% я заплатил в начале. А теперь полный. Я должен тут миллион отдать. А откуда? Я откуда знаю. Бог знает. Я его прошу. Ну и. Давайте помолимся. Помолились. А вера, это ведь не у каждого. Легли спать. Только заснули, звонок. Это Россия, Россия. А вы кто? США, Сакраменто. У нас дядя умер. Звать его Климент. Говорят, где храм Климента, то там лучше молитва доходит. Я говорю, у нас не храм, а лагерь детский. Но мы деньги переводим. Вестерлили он. Я утром иду, получаю все, расчет полный. И вы не знали. Не знал. А чем знать-то когда много? Господь знает. Вот нам ехать надо. Ехать. Ведь не просто ехать. А мы едем отсюда до Владивостока. Каждый районный центр посетить надо. Возвращаемся теперь и ударяем Португалию. Тихий океан. Атлантический океан. Это большие средства. Тем более газель. Она хорошая машина, но живет как танк. Ну только один раз мы тут проехали, 440 тысяч ушло. Это же надо думать. А моя задача, чтобы домой хватило денег. И поэтому кто со мной едет, а мы трое едем. Вначале пятеро ездили, а потом трое. Я разбиваю на несколько частей, чтобы они не крупные были деньги. Это самые крупные. Спрятать где-то. Если что-то случится, где-то авария. Чтобы мы выбрались домой. А у них-то желание взять мороженого. И продают такие плиты, они их берут. И они их где не прикоснулись. Почему? У меня денег нет. Так вы же на все вместе. На свои деньги они берут. А это у меня нет. И вот завтра уже выезжать. И в это время приходит телеграмма. Вам деньги нужны? А кто вы такой? Дмитрий Булкин. А где? Калининград. Кёнигсберг бывший. Вон откуда. А почему вы решили? Ну вы книги издаете. Я уже не издаю. Я умею вовремя прекратить. Перехожу на другое. Ну куда-то, ну куда-то. Мы едем далекое. Так туда и возьмите. Цифры шестизначные. Это не 20 рублей. И это не все. Потом эти люди будут помогать. Когда мы в Швеции, машина встала. Там лопу, шестередка подачи корючего или что. А его нет в Испании. Оттуда нам указали. Да нам эвакуатор. Эвакуатор платишь за километр ровно в 100 раз больше, чем своим ходом. Там даром ничего не делается. И назначить человека, чтобы перетащили нас из Литвы. Переплыли в Балтию. Теперь как все это отремонтировать? Какие люди? Это Бог нам дает. Почему? Мы своего не искали. Поэтому, если у кого-то какие-то желания есть, вы открыто здесь скажите. Мы ни рубля, ни на чем нигде не выгадываем. Почему? Потому что мы самые-самые родные. Нас кровь Христа сроднила. То, что сказал, все понятно? Да. Значит, просьба после обеда. Сегодня вы все свободные. Молодец, тебе нужны мужчины? Ну, скажи, ребята. Теперь, вот это, что вначале делать, доделать. Нижняя часть должна прибиться, чтобы она воткнуться должна крепко. Чтобы никуда не шевелилась. Ни под каким видом. Ни одна ступенька никуда. Спокойно сходить. Перила. Купаться можно. Ну, все остальное. Купаться не надо. Один, чтобы никто не ходил. Благословись. Я хочу искупаться. Ребенка на один шаг никуда. Вместе с ним. Вдоль. Не надо далеко. А вдоль. Только пробиться сюда. Отпустил его? Не пытайся. На глазах родители, дети часто теряются. А потом всплывают. Ни шагу никуда. Ты хороший мальчик. Послушай, слушай. Я тебя плохому не научил. Понял? Прыгать нигде не надо. Когда там ты есть. С берега. Я разбегусь спрыгать. Не надо. Потому что то, что мы делали. Кое-что уплыли материалы. Есть такие, которые хулиганы бросили в воду. А оно напоилось и легло там. И все. Вот у нас лежал парализованный Сергей. Все. Уже договорились. Он отошел один. Да, еще один раз прыгнул. Прыгнул и ударился в бревно. Прыгнул. У него 7 позвонков разлетелись. Они сидят. А где же Сергей? А то он ушел. Пошли нигде нету. А он на дне лежит. Видит рыбок. Все помнит, рассказывает. Вот какое дело. Дальше там батюшка проезжает. Ладно. И дальше какие операции будет терпеть? Он будет лежать парализованный. Сколько лет? 17 лет? Представь себе. 30-летний был. Богатырь. Там такой рост. Такая сила была. Его там с неводами нанимали расправляться. Господь говорит, меня нашел. Кто его слышал, знает. Поднимите руку. Вот видите. У-у-у. Да будет он у Бога. Вечность. Батюшка заходит. Сейчас зайдется. Так, слышали? Нигде не прыгать. Потому что там еще не видно. Бывают недруги. Они могут железяку поставить. И ты нырнешь и прямо насадишься, как на шампур. Садись спокойно. Присядь дело. А теперь плавай. Если у вас несколько человек, можете переплывать туда-обратно. Глубина уже 2 метра с лишним. Так что высокий рост не поможет. Так что будете. Я люблю, чтобы люди зашли и вышли. И все было как сегодня. Вопросы? Батюшка, чего бы не садись? Так. Вот это вот холодильник. Просьба. Ничего не класть и не ставить. Чтобы нигде ничего не продавить. Я вижу, вроде это не тяжелое вот это. Легкое. Как, Володя? Можно садить, нет? Так, все, он разрешил. Батюшка, зайди сюда. Мы за стол садимся. Разберись на тропеду. Я уже трех. Так. О, салат. Ого. Салат. Это еще не все. Спасибо, Христос. Подъезжать будут. Ну, сейчас подъезжать. Так, не будешь, молитесь за нас. Мы как раз говорим сегодня, какие нарушения были. Как купаться, не прыгать. Чтобы аварии не было, как парализованный Сергей. Ты знаешь, крестили его ездили. У нас ведь только Север был. Головой ватнется. Что, бабушка, говорите? Ну, дно мягкое, ил. Головой его не ватнется. А кто-то любой лобик поставит, и как раз и будет. Не надо. Сойди под ступеньком. Дальше обкупись. Приготовьтесь. А не так, когда крещение. За бочечку хватается, за перила. Сложи вот так руки. И все. Только колени прижми, потому что Иисус умер стоя. И мы стоя убираем здесь. Не так, как и сектантом. Со спиной опрокидывают. Ну, все. За стол. С нами садись. Нет, я... Что, нужен Азаши, нет? Нет, ничего не надо. И я не нужен, нет? Да пока нет, савиды. Слава Богу. Все. Так, ну, может, перед, пропустите. Да, да, еще. Так, скамейку отодвите. Сережа, скамейку подать, отодвите. Дайте еще малиночки. Вот так. Вот так. Мне тут полезно. Здорово.